Рено Дастер Рено Дальнего Востока Стоимость которого может достигать 150 тысяч рублей В результате Дастеры нередко уходят за 800-850 тысяч И все равно оказываются дешевле конкурентов Очередь на машину составляет в среднем полгода Но стоит ли ждать? Автомобиль с двухлитровым мотором и шестиступенчатой механика Отличается хорошей динамикой Понравилось и его поведение в поворотах Дастер понятен водителю и предсказуем Отдельной похвалы заслуживает подвеска, игнорирующая выбоины На которых иные машины содрогаются всем кузовом Но автомобиль шумный При активной езде слишком громко кричит мотор А на большой скорости доминирует аэродинамический гул Передачи у него очень короткие И вкупе с шумным мотором это вынуждает водителя переключаться очень часто Благо, включаются они легко, но расположены близко И порой можно включить вместо шестой четвертую Подвеска по-прежнему комфортная Отличается хорошим запасом хода А просвет 20 с лишним сантиметров вкупе с заводской защитой картера Позволяет поддерживать темп даже на ухабах На влажном грунте Дастер начал скользить И мы заблокировали муфту полного привода Стабильность заметно возросла В целом, это один из лучших кроссоверов для подобных дорог Так бы и ездил тут целый день И ездил бы, кабы не понесла нас нелегкая в трясину И автомобиль довольно быстро утонул левым бортом Попытки выбраться лишь усугубили ситуацию И мы отправились за подмогой Нас спас водитель Урала Вытаскивая Дастер, мы порвали трос Рассчитанный на 7 тонн Тем не менее, сдвинувшись с мертвой точки Кроссовер смог выпрыгнуть из ловушки своим ходом Кстати, буксировочная проушина расположена удобно Но все это не испортило впечатление В этой топкой низине застрял бы даже внедорожник Если его одеть шоссейные шины По паркетным меркам Дастер неплох Во многом, благодаря приличному просвету и короткой первой передаче Муфта привода блокируется до скорости 80 км в час И не склонна к перегревам Правда, на таких вот спусках мы опасались переложиться днищим о камни Можно повредить выхлопную систему Дастер – это автомобиль, который нужно было изобрести Он приспособлен к плохим дорогам Ездит по легковому, практичен И предлагается в большом количестве комплектаций Есть даже версии с дизелем С другой стороны, следы экономии в салоне, шумность, короткие передачи Делают его не самым удобным автомобилем для обычной городской эксплуатации И за те деньги, что стоит Дастер Можно выбрать хэтчбэк или универсал гольф-класса Так что прежде чем занимать очередь с призрачной надеждой получить машину к Новому году Пройдите тест-драйв и взвесьте все за и против Редактор субтитров А.Семкин